Компания «Зерц» выпускает медицинскую мебель и оборудование. Глава округа Михаил Токарев и председатель окружного совета Рита Тихомирова побывали на производстве, которое расположено в городе Ходьково. Одна из основных целей компании – импортозамещение. Причем качество продукции должно быть на уровне общеевропейском, а цена приемлемая для российского покупателя. В основном все бизнесы открываются в среднем ценовом секвенте. Это про клейники, про магазины, про что-то, то есть это там что-то среднее. А в медицинском оборудовании наоборот. То есть либо это самое дешевое, плохое, либо это европейское, очень дорогое, а середина пустая. То есть нету вот это, знаете, золотая середина. Поэтому мы пошли в этот сегмент, модернизировали в 2015 году полностью производство, поставили ЧПУ-станки и до сих пор расширяемся, привлекаем инвестиции, насколько это у нас получается. Компания существует порядка 15 лет. На сегодня в ее ассортименте оборудование для кабинетов гинекологии, лор-кабинетов, различные тележки и кушетки. Если мы говорим про мебель, это абсолютно любая мебель для любых медицинских целей, кроме операционных, то есть кабинеты врача, манипуляционные, просмотровые кабинеты, кабинеты гинекологов. То есть это такой получается под ключ кабинеты мебели, оборудование в одном ключе, в одном стиле европейского качества, но в России. Среди клиентов предприятия частные государственные клиники, работающие по всей стране, от Калининграда до Камчатки. Сейчас компания зарегистрирована в Москве, но собирается переносить свой юридический адрес в Сергиево-Пасадский округ, что даст ей возможность получить поддержку на местном и областном уровнях. Предприниматели понимают, что если мы хотим работать сообща, то и организация, юрлицо должно стоять у нас на налоговом учете, в нашей инспекции. Для нас тоже это архиважно. С одной стороны, у нас появляется тогда возможность предоставлять им эти меры поддержки, но это логичное условие взаимодействия. С другой стороны, для нас важно, что автоматом все налоговые отчисления, которые предприятие платит юридическое лицо, они все идут к нам в нашу копилку, в наш местный бюджет. Конечно, это важно. Плюс также важно, что идет развитие, увеличивается штат рабочих мест. Кроме того, компания готова предоставлять свою продукцию как для медучреждений округа, так и для нового строящегося больничного комплекса в Ходькове. Администрация взяла предложение в разработку. Екатерина Фурсова, Светлана Гирлина, Антон Коврежник, программа «События».